Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Минобороны предлагает новый механизм обеспечения жильем военнослужащих. Об этом стало известно в Можелесе на презентации законопроекта по жилищным отношениям. Савтор учебника по русскому языку для пятого класса рассказала, для чего они разработали задания, которые и так возмущают родителей. Останки самолета Як-40, которые оказались в районе хлебзавода, теперь не дают покоя не только жителям данного района, но и жителям города. Мы решили выяснить причину странного появления авиатранспорта. У жителей Оксай появилась возможность заниматься спортом. В минувшие выходные там открылся большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Право перерезать традиционную ленту предоставили Акимобласти, Алтай и Кульгинову. Открытие спортивного комплекса состоялось в день города. Его строительство было начато в 2015 году за счет средств КПО БВИ. Ежедневно и совершенно бесплатно здесь могут заниматься 1200 детей. В 59-й юбилей города Ахсая мы сегодня открываем этот спорткомплекс. Это самый большой спорткомплекс, один из самых больших в нашем регионе. Со стадионом, вмещающим 1200 мест зрителей. И крытый комплекс. И зимой, и летом можно здесь заниматься спортом. Это все делается в рамках реализации программы главы государства по развитию массового спорта. После открытия глава региона вместе с гостями осмотрели комплекс, где их вниманию были продемонстрированы занятия в секциях по восточным единоборствам и боксу. В здании спортивного клуба был построен бокс-зал, спортивный зал для волейбола, футбола, баскетбола и для минфутбола. Зал борьбы, тренажерные залы, массажные кабинеты и офисные кабинеты. В скором времени в Бурлинском районе планируется открытие еще одного такого комплекса. Олег Великий, Эбла Джигепар, Оскар Кинжигалиев, телеканал ТДК-42. Внезапно появившийся самолет Як-40 на улицах Уральска вызвал немалый ажиотаж среди горожан. Многие стали предполагать, что произошло крушение самолета, что подтверждало его аварийное состояние. На месте происшествия крылья, хвосты и фюзеляж самолета раскиданы отдельно друг от друга. Мы решили выяснить, откуда взялось воздушное судно. Останки самолета Як-40, которые оказались в районе остановки Хлебзавод возле сквера Лепесток, сейчас огорожены сигнальной лентой. Жители рядом стоящего дома рассказывают, что их привезли в субботу вечером. Рабочие выгрузили фрагменты самолета и рассказали, что в этом месте будет строиться коммерческий объект, а самолет будет его частью. Но жители по-разному отреагировали на эту новость. Самолет, я думаю, если дети будут, он для чего вообще? Если детям это будет как развлекательное место, то это очень хорошо. Если это будет для детей и будет там все нормально, сделают, то я думаю, что он мешать не будет. Да вот смотрите, сколько деревьев здесь, сколько их растили. Здесь вот наши женщины, вон там, каждый раз поливают, ходят это самое, да, вот это все они снесут. А когда оно вырастет? Также жители отмечают, что рабочие безответственно подошли к своей работе и выгружая самолет повредили зеленые насаждения. Тут, значит, естественно, детвора, люди набежали, уже началось такое, что самолет упал около дома, тут начали слухи распускать. Ну ладно, бог с ним, поговорили, люди ушли. Но дело в том, что я к ним подошла, в 8 вечера это было. Я говорю, вы объясните вообще, кто вы, что вы, что здесь происходит? Мы привезли самолет. Зачем? Вы какое имели право вон там в кустах выкинуть? Все деревья поломали, кусты разрушили. Вы их там строили, вы палец о палец не ударили для этой зелени, а туда все, скидываете весь хлам. Мы завтра уберем. Это было в субботу вечером. Завтра у нас праздник, все гуляем. Сегодня понедельник, конь не валялся. В свою очередь гражданин, который является собственником данного самолета, отметил, что оснований для волнения среди жителей возникать не должно. Но при этом каждый должен сам задумываться о своем здоровье и не подходить близко к самолету. Все зеленые насаждения, которые будут мешать работам, в скором времени будут пересажены. Самолет куплен и привезен с города к Тубе. Земля выделена, выдали в аренду. Документы подписаны, решение Акима имеется, постановление есть. Согласовательное, в принципе, начало, по крайней мере, уже все это, уже имеется, необходимый документ для того, чтобы начать. А в дальнейшем, когда уже будет само строительство проводиться, там уже, естественно, будут дополнительные согласования проходить. Это все должно быть по закону, соответственно, это будет действовать по боку и закону. Стоит добавить, что в ближайшее время планируется начало сборки самолета. Сергей Уланов, Мербулат Джагипаров, Рустам Джумашев, ТДК-42. Родители школьников продолжают добиваться переиздания учебников по русскому языку за пятые и седьмые классы. Они даже встретились с автором учебника под издательством НИШ, чтобы лично задать все свои наболевшие вопросы. Все подробности в сюжете. Содержание учебника, по мнению родителей, оставляет желать лучшего. Домашние задания, вроде таких, как составьте объявления о велопрокате или автомобиле, просто неуместны. Зачем детям в пятом классе заниматься рекламой, недоумевают родители. В то же время они отмечают, что в учебниках есть интересные рассказы и истории, но только в краткой форме. А чтобы прочитать все до конца, нужно переходить по ссылке, которая указана прямо под рассказом. Я читала интервью министра образования нашего, говорит, что это небольшая всего лишь группа родителей возмущенных, причем как бы пеняет к нашему образованию, что мы имеем образование, мы отсталые какие-то. Нет, это вполне развитые родители, продвинутые. Все умеем пользоваться интернетом. В школе нас этому не учили. Мы научились этому сами. Интернет-сленгу мы тоже научились сами, слава богу. Сленга вообще много разного. Если все их включать в учебник русского языка, это будет уже не русский язык, это будет какая-то вакханалия. То, что дети на уроках работают с интернетом, вполне нормально, говорится автор учебника по русскому языку за пятый класс под издательством Ниш Оксана Опря. Школьники должны уметь сравнивать информацию, а такие задания, как прочитайте письмо школьников и его обсуждение на форуме, легко объяснить. Дело в том, что в русском языке существует пять стилей речи. Художественный, официально деловой, публицистический, разговорный и научный. И вот дети в пятом классе должны различать эти стили речи. И вот для того, чтобы ученики слова разговорного стиля речи не употребляли в других стилях речи, чтобы они разграничивали, допустим, официально деловое письмо, они знали, что это такое. Письмо другу, это другое совершенно письмо. Так, вот чтобы ученики разграничивали, учитель даёт такие примеры. Учебник – это только ресурс, говорят преподаватели. Поэтому учитель вправе оттуда брать материал или же отказаться, заменив его на другой. Мы привыкли к тому, что в книге собран весь материал, и родители идут именно от этого. Да, и дети. Сейчас, чтобы получить какую-то информацию, ребёнку нужно больше заниматься самому, индивидуально. Где-то поискать, подойти к этому материалу на уроках. Мы этому учим. И поэтому только на учебник основываться, я думаю, что не обязательно. И всё-таки родители пугают, что практически на 70% учебник по русскому языку за пятый класс написан по материалам разных интернет-изданий. То есть, задания так или иначе ведут в интернет. Получается, что детей учат верить тому, что написано во всемирной паутине, говорят родители. Олег Великий, Ербола Маншин, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. А далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. К четырём годам приговорили заместителя начальника ДЧС Карагандинской области, который обвинялся в получении взятки в размере 200 тысяч тенге и злоупотреблении полномочиями. Суд постановил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Напомним, заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Вадим Магомадов был задержан по подозрению в получении взятки 4 апреля этого года в собственном кабинете. По версии следствия, полковник гражданской защиты получил 200 тысяч тенге от юриста частного магазина. В Алматы полицейского судили за самоубийство задержанного в камере временного задержания. Инцидент произошёл в РУВД Бостон-Дыкского района, куда мужчину доставили за драку в бильярдном клубе. Одного из задержанных помощник дежурного поместил в камеру временного задержания, не имея обоснованных материалов. Через две минуты мужчина повесился в камере. Труп полицейский обнаружил спустя полчаса. Приговором суда он был признан виновным и осуждён на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме этого, с него взыскано 200 тысяч тенге в пользу представителя потерпевшего. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Около 75% казахстанцев считают себя верующими. Рост религиозности также даёт различные возможности для распространения радикальной идеологии. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермикбай в ходе правчаса в Мажелисе. Министр добавил, что некоторые религиозные люди ставят выше законов исполнения религиозных постулатов. Это является одним из источников возникновения противоречий как в семье, так и в государстве. По статистике, в Казахстане действует более 360 религиозных объединений, которые охватывают 18 конфессий. В Казахстане собираются принять дополнение к закону о религиозной деятельности. Новый виток разговоров о необходимости ужесточения контроля над религией в стране случился в 16-м, когда в Казахстане произошла серия терактов в Ахтобе и Алматы. По официальной версии, нападавшие были приверженцами салафизма. Некоторые теологи называют его самой радикальной ветвью ваххабизма. После этого активно начали говорить о запрете салафизма в целом. Но пока всё сводится к пояснительной работе. В итоге создали отдельное министерство по делам религий и гражданского согласия. Теперь новое ведомство намерено ввести в стране школьный курс о религиях. Но депутаты обеспокоены тем, что детей вовлекают в религию с раннего возраста. Причем занимаются этим сомнительные люди. В стране функционирует, коллеги, прошу обратить внимание на цифру, около 1 тысячи учебных заведений, которые ежегодно обучают религии порядка 30 тысяч наших детей. При этом они именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами, курсами. В большинстве случаев мы эту информацию постарались проверить. Уполномоченные органы не владеют информацией об их деятельности. По данным Генеральной прокуратуры, среди них есть достаточно сомнительные центры. Таким образом происходит вовлечение детей в религию. Опасность данной ситуации в том, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений. В законы вводится ряд запретов. Например, вводится ответственность за попытку присвоения религиозным объединениям недвижимости. Всем известно, как свидетели и йоговые отбирают квартиры у прихожан. Также религиозным объединениям запрещено заниматься политикой, а любые религиозные центры, в том числе иностранные, должны управляться человеком, кандидатура которого согласована с министерством. Запрещается получать духовное образование за рубежом, если до этого оно не было получено в Казахстане. Но, как выяснилось, иностранные миссионеры сами приезжают в страну и обучают детей нетрадиционным течением. В ряде регионов незаконно действуют, именующие себя центрами обучения, пансионатами, интернатами, религиозные учреждения, которые ведут духовное, религиозное обучение среди детей от 6 до 16 лет. Дети изучают Коран, суры, хадисы, учатся читать намаз, также пользуются религиозной атрибутикой. Тем самым, с раннего возраста вовлекаются в религию. В некоторых этих учреждениях преподавали экстремисты. И, к примеру, в Жамбульской области религиозное познание детям давали приверженцы экстремистской организации таблиги «Жамагат». И самое опасное, что количество подростков, участвующих в религиозных обрядах, носящих хиджабы, увеличивается. По данным министерства, эти факты были выявлены после проверок, инициатором которого стало само ведомство. Более того, внеплановые проверки религиозных объединений теперь возможны по результатам мониторинга соцсетей, то есть фактически по любому комментарию в сетях. В общем, пока в законах преобладают запреты, но, как признался министр Ермекпаев, в радикальные группы люди переходят в основном по причине безработицы и других материальных трудностей. Минобороны предлагают новый механизм обеспечения жильем военнослужащих. Об этом стало известно в Можилисе на презентации законопроекта по жилищным отношениям. Так, новым законопроектом предлагается заменить компенсацию за аренду жилья на жилищную выплату, независимо от выслуги лет, путем перечисления жилищных выплат на счета в банках второго уровня. Это позволит восстановить социальную справедливость среди военнослужащих. Накапливая жилищные сбережения, они будут активно участвовать в различных государственных программах. Это предоставит военнослужащим возможность приобретения жилья в собственность с использованием ипотечного кредитования, не дожидаясь окончания срока службы. В проекте Министерства обороны также предлагается вернуть право безвозмездной приватизации жилья, после 20 лет выслуги военнослужащим, у которых выслуга составила от 10 до 15 лет. Кроме этого, предлагается выплатить лицам, уволенным с воинской службы, но проживающим в закрытых и обособленных военных городках, денежную компенсацию взамен права приватизации. На сегодня в республике 36 тысяч военных нуждаются в жилье. В настоящее время с Жилстройсбербанком прорабатывается вопрос льготного кредитования военнослужащих. Для них разрабатывается отдельный продукт, который называется военный, в котором будет предварительный займ, где первоначальный взнос будет от 0 до 30%. Вы можете взять даже 0% в зависимости от вашей сегодняшней жилищной выплаты, но тогда сумма, на которую вы, как военнослужащие, будете утверждены, ваша кредитная заявка, она будет значительно меньше. Если же вы копите вместе с нами до 30%, то она будет больше, и тогда он сможет купить квартиру в большей площади. В Уральске широко отметили Сорочинскую ярмарку. Традиционно в праздновании участие приняла компания «Уралкрофт Автоплюс», где представила долгожданные новинки этого сезона. Рено Дастер Дакар, Степвей Лимитед Эдишн и Лифан Мурман. Рено Дастер Дакар – это современный проект Рено и знаменитые гонки по бездорожью ралли-рейда Дакар. Он обладает системой полного привода и предназначен для передвижения по бездорожью. А вот новый Лифан Мурман является представителем бизнес-класса и в основном предназначен для езды по городским дорогам. Кроме этого, компания «Уралкрофт Автоплюс» занимается продажей и покупкой поддержанных машин. В салоне вашему автомобилю сделают бесплатную диагностику, оценят, и вы сможете оформить сделку. Компания «Уралкрофт Автоплюс» также предлагает услугу «Трейд-ин», под которой подразумевается обмен поддержанных автомобилей на новый или обмен машины с пробегом в автосалоне «Алтенкар». Приобретая автомобиль по программе «Трейд-ин», вы получаете скидку на Лифан до 500 тысяч тенге, на Рено до 250 тысяч тенге. Кроме этого, сейчас у нас идет солидная скидка на автомобили «Митсубиши Аутландер» до миллиона тенге. Покупая автомобиль в салонах «Уралкрофт Автоплюс», вы можете воспользоваться программами автокредитования. В Уральске в минувшие выходные прошли самые зрелищные бои по ММА. Показать себя на ринге и побороться за звание лучшего приехали 20 бойцов из пяти стран мира. Это Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, соответственно, Казахстан. Посмотреть, как спортсмены разбивают друг другу носы, пришло достаточно много людей. Как заявили организаторы, этот турнир для спортсменов был отправной точкой и большой возможностью проявить себя. Часть вырученных средств от продажи билетов организаторы переведут на счет родителей девятимесячной Рамины Мухаммедьяровой. Надо отметить, что данный турнир в нашем городе такого международного масштаба проводится впервые. И я надеюсь, что им станет на постоянной основе будем проводить подобные турниры. Спортивное единоборство, в том числе смешанные единоборства, такие как панкратион, грэплинг, ММА, стремительно развивается во всем мире. И наш город тоже не исключение. Радует, что последние годы наши спортсмены завоевывают все больше и больше медалей на международных турнирах. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87, напротив горвоинкомата. Телефон 2694-42. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»